Всем привет! Сегодня плодотворный день. Я буду делать много тушенки. Буду сепарировать молоко. В субботу на базар не поедем, потому что просто некогда. Мы были там вчера, развозили молоко по клиентам. Кадры об этом я вам поставлю. Сзади меня висит мясо. Это наша будущая тушенка. Мы убираем лишних коров, потому что... Ну, просто потому что они лишние. Тут сидят кошки. Нужно им дать. Мясо старое, как я уже сказала, только на тушенку. Вот сейчас полдня повисит. Я сейчас пришла сюда для того, чтобы завесить старыми шторами от мух. Потому что... Ну, потому что, сами понимаете, почему мух здесь быть не должно. Ой! Мой муж далеко повесил кусок один от другого. В общем, вот так вот используются старые шторы. Я еще, знаете, что из них делают? Сыдилки для молока. Это вуаль. Просто вуаль. Я ее покупала метражом. Помню, шила старые шторы. Но она же вечная. И поэтому ничего с ней, естественно, не случается. Сыдить молоко через нее и откидывать творог. Ну, это вообще милое дело. И, как оказалось, милое дело вот так обвязывать мясо. Я, когда коптила уточку, тоже завязывала ее вот в такую штору. Потому что проникает через нее, через эту ткань проникает хорошо ветер. То есть, обсушивается. И в то же время не проникают мухи. Помните, мы раньше завешивали марлями? Ну, а теперь есть вот такая вот классная вуаль. Она простирчивая. В общем, всем рекомендую. Но все. И вот здесь вот еще на один узелок. И все. До нашего мяса никто не доберется. А так как сейчас жары под 40 нет и под 30, в общем, 20 с чем-то. Ну, полдня запросто повисит. Потом я обрежу. И еще нужно завесить одно мясо. Я вообще ожидала худшего результата. Корова была не слишком молодая, не слишком толстая. Но ничего. Мясо оно и в Африке мясо. Печенка нормальная. Все нормально. В общем, вот этой шторкой я завешу. Хотя мухи не знают, что здесь может висеть мясо. Я сейчас просто закрою гараж. И здесь... Я не думаю, что здесь обсидят. Но все-таки для порядка вот так вот повешу шторку. Тушенку из этой говядины я буду продавать. Так, давай, выключай. Помоги мне вот туда. Глянь, крючки тут еще хорошие. Друзья, ну вот так теперь выглядит мое мясо. Теперь сейчас закроем гаражик. Вот на фоне такого задника получается, что я снимаю. Деревенским жителям в чем хорошо, то что у них постоянно приключаются такие истории, когда много всего. Мы же не считаем, сколько килограммов мяса, допустим, купить, сколько цыплят зарезать. Если в том случае, конечно, если мы сами все это дело выращиваем. И не покупаем все это килограммами. Но сколько труда стоит, чтобы вот это все дорастить. В общем, я не буду вам рассказывать про это. Кому нужен шок-контент деревенский? Я понимаю, конечно, что многих все это дело шокирует. Ну да, вот так к кошакам теперь удовольствие. Он хвост грызет. Свиньи, сейчас покормлю, не орите. Будите. Свиньи, между прочим, знаете, как мясо любят. Да куда же вы. Я им давала. Сожрали за милую душу. Кого-то я резала, а петухов резала. В общем, им не надо зерна. Ничего им не надо. Им сыворотки подавай. Сыворотки и творога. Хрюндель. Хрюндель. В общем, у нас на эту неделю большие планы. Всю неделю мы не будем выгонять коров, не будем пасти. Пастуха у нас нет, напоминаю. Не будем тратить на это время. Они будут жрать сено, потому что нужно за эту неделю поподелать дела. Мне нужно убрать бройлеров, которые там сидят. Нужно убрать еще одну корову, чтобы она не жрала зря сено. Потому что мало молока она дает. В общем, вот это все как бы уменьшить. Хозяйство, скажем так, оптимизировать. Скорее всего, я еще закажу сено. Здесь у нас было 200 тюков салона. Сейчас уже, кстати, гораздо меньше. Вот. Закажу еще сено. Не знаю, как у меня получится. Но я нашла вроде неплохое. Дело осталось за перевозом, за машиной, для того, чтобы перевозить. Ну и все. Я хочу в зиму оставить только коров. Ну и плюс вот эта вот мелочь, мелочевка, которая родилась по весне, ну которую сейчас никому не продашь. То есть телят они, в принципе, много не едят. Будут бегать туда-сюда. Ну и как бы, знаете, такая как все-таки небольшой запас. Ну потому что их в любое время можно продать, можно зарезать. Мясо я продавать, наверное, не буду. Потому что говядину, если сдавать скупщикам, они вообще, можно сказать, денег за нее не дают. Но найдет за бесценок. Лучше я все это дело спрячу в морозилку. Поделаю тушенку, в общем, сгущенку и все такое прочее. Вот этих свиней я завела для того, чтобы... Для чего я их завела? Для того, чтобы они поедали мою сыворотку, которая остается после переработки, и творог, который не берут люди. Вот вы сами видели, что я им скормила и сыворотку, и творог. Езжу я на базар с переработкой. Но я вам хочу сказать, что время, конечно, это занимает... Ой, вообще. На меня иногда накатывают истерики, потому что это на самом деле очень много времени занимает. Очень и сил, и времени. Ну, в общем, не знаю. Давай посмотрим пока так, а там дальше неизвестно, как все это будет. Вот, потому что у меня же есть еще пуховые козы. И я вот, например, сейчас хочу прясть пух. Я уже все подготовила. Тот заказик, который я вам показывала, я все время допряла. Вот здесь куры опять появились. Он, Вик, с ними как они бегают. Я не знаю, я вообще вот этого не понимаю, когда люди начинают вот эти, особенно городские, писать. Ой, нам не нравится смотреть это, нам не нравится смотреть то. Что, смотрите, и кошки, и цесарка, вон Бузова моя бегает. Кур тоже надо половину убрать. Бузова, здрасте. Вот это о чем говорит? Что дочка меня вообще не смотрит. Она не знает, что у меня второй год живет Бузова. Люди ее назвали так, потому что она орет. Потому что она орет просто непотребно. Вот эту черную свою корову, я же вам уже говорила. Пойдем. Я вам уже говорила, что, в общем, надо ее пролечить. Я сейчас посмотрю, какие лекарства у меня есть дома. Вот мы коровники, ну, кто ведет на YouTube, мы все-таки общаемся между собой. Я с ними, короче, консультировалась. Но они мне, да, как бы сказали, что правильно, я сделаю эту черную корову. Проколю антибиотиками. Ну, все, все лекарства, какие у меня есть, прежде чем ее совсем убирать. Может быть, вдруг у нее что-то есть внутри. А вот эту вот носико мы ее тоже будем убирать, потому что она отелилась в апреле, молока у нее нету вообще. За что ее кормить, непонятно. Потом вот за эту неделю мы должны что-то сделать с базами. Что мы здесь сделаем, это мы сделаем кормушки. После того, как он сейчас поедет и косанет еще сено, для того, чтобы они стояли и спокойно жрали. Дело в том, что на базах хозяин у меня муж, не я. Вот то, что вот здесь все сделано, это сделано так, как нравится ему. Вот. Ну, мне, естественно, это не нравится, но я никогда не лезу, потому что... Потому что... Ну, почему? Потому что мужчины должны чувствовать себя уверенно, типа того, хозяев. Вон, дочка ржет, учись. Они... Они, в общем, нужно давать им делать до поры до времени то, что они хотят. Ну, в общем, про мужчины я больше вам ничего говорить не буду. Вот то, что они сейчас жрут, на самом деле зимой, конечно, это было не так. Здесь были набитые такие доски, кормушки были выше. За лето, за весну, вот они все раздолбали. Мы же не думали, что сейчас в августе месяце мы будем кормить скотину сеном. Сами видите, что получается, что сейчас сено, он дает просто-напросто навалом. Досок у нас нет, чтобы прибить. И, в общем, сегодня, скорее всего... Нет, я его остановлю. Сено будет он все-таки косить потом. Нужно купить доски и набить вот такой вот. Потому что я не могу вот на это смотреть, что они вот это топчут. Он говорит, прежде чем делать кормушки, типа того, надо убрать вот это вот. Видите, на чем я тут стою? Вот этот слой, я говорю, нет, мы тут чистим трактором, а этот после трактора остался. Ничего подобного. Пускай это все останется. Он со мной согласился. Это как бы выражаю общие наши мысли. Потому что осенью и зимой, когда у нас оттепель и дожди, ну, чтобы это все проваливалось, понимаете, это будет выступать как дренаж. И кроме того, как теплая подстилка. Они здесь будут вот здесь жрать. Здесь они будут стоять, они будут всегда чистые. А вот здесь, где стоит мой оператор, моя дочь, не надо не показывать. Здесь мы прочистили трактором. И здесь во время дождей будет, ну, получается, что будет собираться вот эта вся жижа. Вот жижа пускай будет здесь, а здесь будет сухо. Единственное, что вот здесь нужно прибить доски над кормушками. И крышу, во-первых, это дорого. И делать мы ее не будем, потому что, представьте, если сделать крышу над кормушками, куда будет сток? Если делать сток сюда, то получается, что вся вода будет литься на половину коровы. Ну, то есть, понятно, что здесь будет мокреть. Если делать скос туда, то будет вся вода стекать к стогу сена. То есть, здесь крыш не будет 100%. Если уж делать, либо делают люди кормушки такие вот узкие. И вот такой вот узкий сток, но у нас с нашими вазами так не... Смотри, какая борзая моя мышка. Она теперь всех гоняет. Вот эта новая корова, она теперь гоняет всех вот тех, которые у меня были. А, она красу заменила, да. Ну, то есть, они все помоложе, а старые коровы, они так и делают. Приходят и, в общем, быстро покачают свои права. И я оставлю вот эту подсосную корову, зайку. Телят теперь мы продали. Я же говорю, мы освобождаем базы. Вроде бы продаешь, продаешь, и все равно их дофига, дофига. Они жрут сено, много лишних. Вот по мне много лишних. Вот эти две купольные, они вообще должны отелиться в октябре. Если, конечно, хозяйка не наврала. Ну, вот эту мелочевку, я же говорю, что мы считать не будем. Из них, из всех, мне дают молоко пять коров. Причем две из них дают совсем мало. И поэтому одну я совсем уберу. А черную оставлю, как я вам и сказала. Сейчас на сене они сбавили. И если, когда они паслись, они давали мне 50, ну, где-то, может быть, 60 литров, то сейчас 40. 40, где-то так. Ну, 40 это еще так-сяк, когда падает молоко до 30, и в город его становится возить невыгодно. Я вам скажу, почему. Потому что маленький объем молока в день, в общем, вот эти все накладные расходы, бензин и так далее, все это дело не окупает. Ну и вот, почему я еще все это затеялась, потому что стоит вопрос, либо ее совсем переводить, эту скотину, либо все-таки делать так, чтобы это было удобно. И поэтому у меня как бы по планам небольшая переделка в сарае. Я про нее давно уже говорю, потому что, еще раз говорю, это у меня муж любит преодолевать трудности, а я-то не люблю. Я люблю, чтобы было... А пусть никто и не жрет, пусть дойные жрут, а остальные ходят, говорят, не дают жрать. Все дают. Как-то они открыты. Короче, вот, а я на самом деле не просто так тут с вами стою балаболю, я жду, пока приедут у меня... В общем, дверь мы сегодня будем ставить. Мы сдали быков уже давно. И я две недели назад заказала двери в кухню, в свою комнату и в котельную. Вот, кстати, они подъехали. Пойдем, вон, подъехали мои двери. Пойдем встречать. Одну дверь уже пронесли, вот осталось две. В общем, я вам хочу сказать, удовольствие на самом деле это дорогое. За три вот эти двери вместе с установкой мы отдали 48 тысяч. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что удовольствие, конечно, это все дорогое, но я считаю, что это дорого. 40 с лишним тысяч, почти 50 за три двери. Мы бы поставили их уже давно. Но я все это время хотела бревянные. И, в общем, нам, в принципе, обещали изготовить, ну, как так вот не сложился, уже, наверное, год и три я не могу поставить двери. То нет того человека, который это должен был делать, то нет денег, то еще. И, в общем, в этом году я все-таки плюнула и решила сделать пластиковый. Ну, почему я хотела деревянный? Потому что остальные двери у нас в доме именно сделаны из дерева. Ну, в общем, по цене это почти одно и то же. Что дерево, что пластик. Но дерево чуть-чуть дороже. Ну, и все. И, в общем, сейчас они сказали, что мы не нужны. Ну, как бы из дома никуда не уедешь. Потом покажем готовый результат. А пока они будут ставить вот эти двери, ничего, я буду монтировать вам видео. И потом буду еще солить огурцы. Это дело нужно заснять. Ну, в общем, как-то вот так вот. Вот такие дела, дорогие граждане. Это такой вот влог мой. У нас, кстати, еще навернулся мотор не работает. Все опять начало сохнуть. Такие вот неприятности. Все опять. и